ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самым социальным предпринимательством у нас заниматься. Но пока пусто. Точнее, в планах будет, кто будет создавать инфраструктуру для того, чтобы другие могли заниматься этим социальным предпринимателем. Скажем так. Да, вы все услышите после 12.05. А прямо сейчас мы начинаем очень интересную такую тему, необычную. Отталкивались мы от того, что грядут снова праздники. 23 февраля, 8 марта и так далее, и так далее. И мы сегодня решили поговорить о подарках. А как-то далеко. Завтра вот уже... Что там завтра? Послезавтра, точнее, уже в 14 февраля. А, уже дарить можно, да. То есть о подарках уже можно подумывать. Решили мы поговорить о том, что же можно дарить людям, которые занимают определенные должности. Там ведь существуют определенные правила. Все мы, наверное, слышали и знаем о том, что подарок дороже 3 тысяч рублей. Что-то там с ним... Что-то с ним нужно делать. Что-то с ним нужно делать, да, происходить. Ну, у нас сегодня достаточно такая представительная команда гостей. Давайте будем их, собственно, озвучивать. Ну, так сразу очень серьезно, чтобы было, чтобы все поняли серьезность момента. Андрей Печенкин, заместитель руководителя отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета России по Кировской области. Андрей Сергеевич, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, товарищ майор. Да, майор юстиции, да. Наталья Костина, адвокат Кировского филиала, Московской коллегии адвокатов, Яковлев и партнеры. Наталья, добрый день. Добрый. Добрый день. И Михаил Вячеславович Курашин, ведь спикер Законодательного собрания Кировской области пятого созыва. Михаил Вячеславович, наш вам с кисточкой. Добрый день. Добрый день. Ну, Михаил Вячеславович, сразу вам вопрос. Насколько часто несут людям, занимающим государственные должности, подарки? Вообще принята ли есть такая традиция? Дарение? Ну, на самом деле... Вашу бытность, собственно, заместителем отдела. Наверное, есть смысл говорить о том, что любой чиновник – это тоже человек, и, соответственно, у него есть красные дни календаря. Это и общие государственные праздники, и дни рождения, и какие-то личные события. И поэтому такие факты, они есть, и я думаю, что в этом... Ну, надеюсь, что сейчас мы поговорим, пообсуждаем, но я считаю, что ничего кормольного нет в том, что чиновник тоже, как человек, имеет право на то, чтобы его поздравляли, и в том числе вручали подарки. В общем, эта сторона жизни, она присутствует? Конечно, она присутствует, и, ну, было бы, наверное, неправильным говорить, нет, все вот там, все сдают все, что получают, все сдают, потом там выкупают и так далее. Нет, есть обыкновенно, когда и коллеги поздравляют, когда и руководство поздравляют, когда и друзья поздравляют, поэтому факты такие есть, и они в жизни присутствуют. Ну, было бы странное такое поражение в правах у чиновника день рождения, все сидят за столом, дарят подарки, он их аккуратно складывает и сдает сразу здесь же, да, и потом выкупает. Тут же стоит какой-то сотрудник аппарата, который сразу же переписывает, забирает это все, выносит. Ну, на самом деле, в последнее время, конечно, вся эта тенденция ведет к тому, что людей-то запугали, да, и сегодня, там, будь то учитель или, там, предположим, специалист какого-нибудь департамента или министерства, да, там, он лучше откажется от подарка. Чем, там, возьмет, потому что непонятно, как это будет интерпретировано, да, но, там, я считаю, что вот это запугивание, оно ни к чему хорошему-то не приводит. Мне накануне попадался большой материал, по-моему, ведомости опубликовали, тут огромное влияние оказало дело Алексея Улюкаева, якобы вот издание написало о том, что чиновники сейчас... Нет, 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 ни в коем случае, там, даже, какие-то распоряжения по ведомствам есть, что, если и принимать подарки, то только письменные принадлежности, больше ничего, никаких корзинок с продуктами и так далее, и так далее, и так далее. Нет, ну, это, на самом деле, раньше, тенденция-то отмечается буквально с момента выхода этой нормы, там, относительно трех тысяч, потому что, как бы, вот тогда постепенно начали, особенно, когда начали появляться, там, первые прецеденты по поводу того, что, там, того или иного чиновника начали спрашивать за его подарки. Вот тут возникла, там, ситуация, что, наверное, проще отказаться. Наталья, Андрей, давайте правовую, собственно, сторону вопроса. Да, если коротко, начнем с того, что у нас регулирование подарков, оно осуществляется Гражданским кодексом. Там четко написано, что не допускается дарение, кроме обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. Не допускается кому? Работникам образовательных организаций, медорганизаций, организаций, оказывающих социальные услуги в отношении граждан, которые находятся там на лечении, содержании, воспитании супругами и родственниками этих граждан. И далее у нас уже чиновники идут, то есть лицам, замещающим госдолжности, муниципальные должности, госслужащие, муниципальные служащие и так далее, в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. То есть мы подарки делим с вами на обычные и необычные. К обычным подаркам что мы можем отнести? Ну, не знаю, конфеты, алкоголь, канцелярские принадлежности, цветы. Их стоимость, ну, наверняка не достигает трех тысяч рублей. Кроме того, уголовные... Ну, не факт, не факт. Если мы говорим о хороших конфетах или хорошем алкоголе, то... Ну, это редкий случай. Ну, и в таких... А алкоголь обычно... Погодите, Наталья, позвольте, опять копеек встали. Смотрите, вот книга, да? Хорошая книга. Или картина. Это раньше писали там на обложке, там цена 2 рубля. Сейчас хорошая книга, или да, вот картина, или произведение какого-то прикладного искусства. Сам человек сделал, она же не имеет какой-то ценности, вот как бы указанной. На книге не указывают стоимость, она может стоить и 5, 7, 10 тысяч. Вот теперь давайте посмотрим, когда мы такую книгу дарим. То есть в обычной ситуации мы можем принимать обычные подарки стоимостью не превышающие трех тысяч рублей. На официальных мероприятиях мы можем принимать любые подарки. Это официальное мероприятие, служебные командировки. Мы можем принимать любые подарки. Но если его стоимость превышает три тысячи рублей, то это уже собственность не чиновника, не госслужащего или муниципального служащего. Это собственность Российской Федерации, там, муниципального образования. То есть он должен это сдавать. Принимать-то принимайте, но вопрос дальше оценки встает. То есть сколько это стоит? Поэтому если кто-то дарит, то лучше дарить, наверное, с чеком. Если чека нет, то в любой непонятной ситуации лучше подарок сдавать. Понятно. Нет, насчет чека тоже. Понимаете, сейчас же очень много и корпораций издают красивых книг, да, и альбомов каких-то там. И на них ни чека они не могут взять, ни сами его издали. Ну, тогда проводится независимая оценка, и чиновнику предлагается выкупить. Если он не выкупает, тогда реализация на торгах происходит. Но эта процедура тоже длительная и довольно затратная. Поэтому не знаю. Ну, по крайней мере, чиновнику, чтобы не быть как бы увлеченным в чем-либо, лучше это сдать. Мне кажется, что в любой непонятной ситуации лучше сдать. Андрей, подключайтесь. Ну, основное... Что следственное управление думает? Основное отличие все-таки подарка от взятки, это в том, что подарок не должен быть ничем обременен. Никакой обязанностью одаряемого совершить какие-то действия в пользу дарителя. Так, поясните. Бескорыстность. Бескорыстность. То есть, ни за что-то, ни за какие действия, совершенные ранее этим должностным лицом. Либо в будущем. Это основное отличие. Ну, то есть, если подарок в день рождения, это как бы, ну, подразумевается, что подарок в день рождения. Он как бы вроде бы ничем не обременен. А где граница? А вот как вот это доказать или наоборот? В то же время, если это конфеты за 300 рублей, но за выдачу какой-то справки, там, заключения и так далее, то это так или иначе все равно взятка. О как! Я сейчас вспоминаю, сколько раз приходилось дарить именно за что-то, да, за какую-то услугу. Оказывается, это все противозаконно? Да, сейчас специальная статья, правда, введена, мелкое взяточничество. До 10 тысяч рублей. А эта статья относится и к тем, кто дает, или только к тем, кто дает? И к тем, кто дает тоже. То есть, как и обычная взятка, только она поменьше, да? Ну, те, кто дают, как обычно, освобождаются от ответственности, если они... Сотрудничают со следствием. Да, да. Раскрывают это преступление, сообщают о нем. А давно это появилось, Нурман? В июле 2016 года. В июле 2016 года? И, собственно, правоприменительная практика уже есть в случае, да? Есть, сформировалась, да. Очень много. Только вот нашим следственным управлением в 2017 году 86 уголовных дел возбуждено. По этой статье? По этой статье. И какова там санкция? Там санкция небольшая, люди... Штрафы или что? Штрафами, да, отделываются. В основном же это уголовные дела, когда сотрудникам наружных служб полиции дается 500 рублей, 1000 рублей за то, чтобы отпустили домой, не доставляли в полицию, не составляли административные материалы. Поэтому там несущественная санкция. А сотрудников все-таки увольнение, наверное, ждет в этом случае, нет? Нет, сотрудники же не берут. Поэтому такие уголовные дела квалифицируются, как покушение на дачу мелкой взятки. Вот это в основном, вот именно это имеется в виду, среди тех 86 дел, которые... А вот такие факты, когда все-таки берут, они есть? Есть, конечно. Конечно. Немного поменьше. 17 штук возбуждено. 17 дел такие, да? В 2017 году. Это уже субъекты данных преступлений, должностные лица. Какого уровня? Ну так, чтобы понимать. Ну, различно. У нас... Что это за учреждение? У нас было заседание коллегии, где подводили итоги работы за 2017 год. Руководитель выступал. Там у нас и два министра областного уровня, были и руководители контролирующих органов. Различные. От специалиста отдела снабжения какого-то предприятия до исполняющего обязанности министра. А вот уже, когда речь касается таких должностных серьезных лиц, там все-таки по службе-то они какое-то поражение имеют потом? Конечно, они увольняются. Увольняют их, да? Да, и чаще всего суды, назначая наказание, еще добавок к лишению свободы, штрафу многомиллионному, назначают дополнительное наказание в виде ограничения права занимать государственные должности в течение определенного периода времени после освобождения из мест лишения свободы. Интересно. Так, нам нужно небольшую паузу сейчас сделать, буквально половину минуты, и мы продолжим нашу беседу. Интересно, у нас тут беседа, да, в перерыве. Андрей Печенкин, заместитель руководителя отдела процессуального контроля СУСК России по Кировской области, майор юстиции, Наталья Костина, адвокат Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры, Михаил Курашинович, спикер ЗАГС собрания Кировской области пятого созыва. Мотайте на ус, что называется, да, слушайте, слушайте и мотайте на ус. Так, давайте такую черту немножко подведем. Есть подарки обычные, есть подарки необычные. Давайте еще раз повторим, да, что относится к той и другой категории. К обычным подаркам мы относим канцелярские принадлежности, цветы, конфеты, алкоголь. Все, что не превышает в сумме трех тысяч рублей. Ну, то есть там главное, это как бы определяющая сумма, да? А книги, картины? Сумма и критерии обычности. То есть то, что для нас традиционно, для нашего общества, это подарить цветы учителю первого сентября, на день учителя, допустим, на день медика, поздравить медиков знакомых. То есть здесь не только сумма, а еще и повод сам по себе. Да, обычные подарки. У нас так в обществе принято 23 февраля, там, 8 марта поздравлять. Вот критерий обычных. А часы являются? Часы какие? Ну, вот 23 февраля подарили часы командирские. Вопрос опять по стоимости. Чисто польская фабрика выпускала командирские часы, дарили и 23 февраля. Вот еще к наградам это не имеет никакого отношения. Если это часы в качестве награды кому-то, то это не расценивается как взятка. А награда должна быть, соответственно, задокументирована. Да, безусловно. А если это просто какие-то часы? А награждать-то кто может? Это вот организация? Ну, вот официальное мероприятие, мы вручаем какому-то чиновнику за его какие-то заслуги, вот какую-то награду. Ну, это как бы государственная награда. А если какая-то коммерческая структура учредила свою награду, вот и наградить этого чиновника, вот все с приказом. Да, исходим из трех тысяч рублей. Ага, понятно. То есть, да, от стоимости, опять же. Так, ну, давайте вот конкретный пример. У любимого классного руководителя юбилей. 40 лет, 50 лет. Что можно дарить? Ну, можно дарить все, что угодно, мне кажется, но обычно дарить цветы. Нет, хочется какую-то вещь, дарить. Можно подарить что угодно. Памятную. Что угодно. Что угодно. Ну, то есть, на кольце должна быть гравировка, чтобы никто не перекупил потом. Должна быть гравировка учителя в юбилей. Тогда можно подарить цепочку или кольцо. Известны вообще госслужащие, они действительно сдают эти самые подарки? Как у них? Ну, вот в интернете информация есть о том, что действительно сдают. Но таких случаев, вот, за 16-й, по-моему, за 17-й год, их немного в целом по России. То есть, если подарки продолжаются, то они либо в пределах 3 тысяч рублей, либо все-таки не сдают. И никто не может это контролировать. А об этом информация должна быть о том, что подарок сдан? Почему-то люди в интернете, может быть, там просто сдал, об этом не сообщили и все там. Нет, в интернете статистику просто ведут коррупционных, там, всех этих правонарушений. У нас же Минтруд следит, в том числе, за подарками, проверяет, как работают соответствующие службы. Ну и, соответственно, информация о том, что кто-то задает. Вот, например, Следственный комитет сказал, что у них таких случаев вообще не выявлено. Чтобы кто-то сдавал за подарки. Да, чтобы кто-то сдавал, и, соответственно, значит, никто не дарил, получается. У нас в ЗАГС собрании в пятом созыве был один случай в 15-м или 16-м, когда председатель ЗАГС собрания сдал какой-то подарок, и потом, да, целая комиссия, которая его оценивала, и обратно он его забирал. То есть, как бы, вот такой случай был. Реально. Мне кажется, сейчас люди вообще меньше стали дарить подарков, с учетом социально-экономической ситуации, я не знаю. А если что-то и дается, то это так или иначе уже в нашей статистике отражается. В любом случае, да, мы понимаем, что людям, всем нам сложнее как-то жить становится, но даты-то все равно остаются, дни рождения все равно остаются. Нам тоже, смотри, интересно. Сейчас же практически все учреждения, они снабжены видеонаблюдением, да? То есть, интересная очень ситуация. Приходят там родители с тортиком, а учительница говорит, давайте вот отойдем туда, в коридорчик. В уголочек. Да, в уголочек здесь нельзя, здесь видно наблюдение, а потом, значит, уже будут, даже вроде бы из такого, ну, как бы несерьезного, обычного подарка, да? Да, но на всякий случай от греха подальше, давайте лучше или там под лесенку зайдем, или в тот коридорчик зайдем. Но вот в связи с чем это, вот я хотела вспомнить про то, что у нас было письмо Минтруда и соцразвития в 2015 году. Оно не было опубликовано, но определенный шум в СМИ в том числе оно создавало. То есть, согласно этому письму, получение лицом подарка не в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими мероприятиями официальными является нарушением запрета, создает условия для конфликта интересов, ставя под сомнение объективность принимаемых решений и влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. А в случаях, когда подарок расценивается как взятка, уголовную ответственность. Поэтому вот. Вот такое вот письмо было, такая рекомендация была. Соответственно, любые подарки ставятся под сомнение. Поэтому вот, исходя из этого письма Минтруда, лучше не брать вообще ничего. Мне кажется, что, наверное, есть смысл говорить о том, что, может быть, стоимость 3000 не совсем адекватна нынешним ценам. Откуда вообще взялась эта сумма? Из гражданского кодекса. Когда в кодекс это попало, по времени не помню. В 2008 году в кодекс попало, да. И, ну, хочу сказать, чтобы, к примеру, США, например, у них там с чиновниками аналогия, это 50 долларов. То есть мы присоединились к конвенции по борьбе с коррупцией, да, и там вот 50 долларов. Ну, вот где-то примерно такой размер есть. А что за указ был президента в мае 2015 года? Там тоже фигурировала вот эта как раз сумма в 3000 рублей. Ну, вот, наверное, введение нормы. Нет, введение нормы в 2008 году произошло. Нет, имеется в виду, а введение нормы связано именно с подарками. Может быть. А вообще зачем понадобилось эту сферу регламентировать? Вводить вот этот порог в 3000 рублей? Ну, потому что мне кажется, что, честно, не открою секрет, но Россия не самая благополучная страна, да, в сфере коррупции. И мы где-то даже в первую сотню, в общем, не входим, честно говоря. Поэтому, наверное, имеет это место быть, и имеет место быть повсеместно, носит скрытый какой-то характер, государство пытается бороться и как-то регулировать эти вопросы. А как проходит процесс оценки? Дороговизны подарка или дешевизны? Это известно? Комиссия собирается? Собирается комиссия, да, то есть при органе. Вы включаетесь. Если в рамках предприятия, то специальная комиссия производит такую оценку. Садятся люди за стол, кладут этот подарок перед собой, эту штуку, и начинают ее вертеть со всех сторон. Мне кажется, опять тут же есть интернет, где можно понять, сколько это стоит. Среднерыночную стоимость, да. Среднерыночную стоимость можно определить, да. Можно помониторить. А если дело уже в руках оперативников, то тогда проводятся уполномоченными экспертными учреждениями оценочной экспертизы. Интересно очень. По статистике у нас огромное количество детей хотят быть чиновниками, но им нужно, видимо, еще и говорить им с измольства о том, что... Вот смотрите, есть тут такие подводные камни, что могут быть подарки. То есть нужно еще учить на глаз оценить примерную стоимость каждого предмета, который им могут подарить. Тоже такое. Дополнительная наука. Школа молодого чиновника, да, дополнительная наука. Интересно. Спецкурс. Да, и все-таки хочется мне вернуться к тем людям, которым мы чаще всего хотим какой-то презент сделать. Врачи, учителя, какие-то социальные работники. Все, что угодно можно дарить. Еще раз хочу повторить. Все, что угодно, да. Да, в пределах трех тысяч рублей. Кроме предметов и вещей, оборот которых запрещен в Российской Федерации. Вот так. Нет, можно ведь, я так понимаю, что и больше трех тысяч, но там дальше запускается процедура сдачи, выкупа и так далее. То есть дарить можно все, что угодно, все, что разрешено, все, что не запрещено. Так получается, если ты подаришь слишком дорогой подарок, ты человеку, которому подарил, проблемы создаешь. Потому что ему надо сейчас куда-то будет сдавать, потом что-то там выкупать или отказываться, бумаги создавать. И на него сейчас смотреть, будто для тебя какую-то комиссию создали. Ну вообще, что-то ты зачем брал-то вообще. Ну то есть если хочешь кому-то нагадить, подари ему подарок больше трех тысяч. Борзого щенка и потом думаем, куда его девать. Вот насчет борзых щенков тоже этих оценивать. А, кстати, животные, да. Как их оценить? Точно так же, как другие. Точно так же, то есть выяснять какую-то рыночную цену, среднерыночную. Ну там ведь тоже сложно на самом деле. Обычные или необычные подарки? Животные. Животные. Вот я подарил котенка, да? Змею. Мне кажется, нет, необычный. Необычный подарок. Потому что котенок может быть породистый, да? С другой стороны, вот докажи, что он именно породистый. Для России обычно это медвежонок. Медвежонок, да, обычно, да. Хорошо. У них породистых нет медвежат, они все одинаковые, да? Они все стоят больше трех тысяч. На цепи, да. А что касается денежных сумм? Ну, скинулись, да. Деньги это вообще, мне кажется, необычный подарок. Необычный подарок. Нет, это что-то уже на грани, мне кажется. То есть зачем дарить деньги, если можно действительно... Если ты хочешь отблагодарить человека, сделать ему что-то приятное, подари букет цветов. Не знаю. А дисконтные карты всякие вот? Подарочные. Ну, на них номинал написан, указан. То есть, пожалуйста, да, это принято сейчас тоже. То есть, опять же, не дороже трех тысяч рублей, соответственно. В принципе, особенно если подарок женщине, очень сложно же угадать, да, угодить. Да. Поэтому лучше вот какой-то аналог, да, сертификат, она сама уже выберет то, что ей нужно, скажем, из той же косметики или парфюмерии. Ну, с другой стороны, ну, как бы написано, что там три тысячи рублей или пять. Если не перекупит никто у нее, это подарочная карта. Дарите вдвоем, если хотите подарить подарок дороже, дарите вдвоем каждый по три тысячи рублей сертификат. Не знаю, втроем, вчетвером. То есть, учителя вот тоже всем классом скинулись, да, подарили подарок. Ну, дарите от нескольких родителей, от нескольких детей как-то. Каждый не более трех тысяч рублей. Ну, да, я вот так думаю. А как это документально-то закреплять потом, на случай чего? Ну, просто подтверждением. Родительский комитет там пошел, на каждый предмет остался чек какой-то. В пределах трех тысяч рублей, не знаю. Ну, вот это мое мнение. Можно немножко отвлекусь про всевозможные денежные сборы в школах, в детских садах? Здесь какие правила существуют? У нас же все незаконно, неправомерно какие-то там вот. Все добровольно. Все добровольно, да. Сама школа сейчас, по-моему, насколько я знаю, ничего не собирает. То есть, у нас в школе родительский комитет, и мы добровольно сдаем деньги представителю родительского комитета на нужды наших детей опять же. Потом комитет отчитывается перед нами. Ну, да, там либо родительский комитет, либо какой-нибудь фонд создает. То есть, учителя деньги не берут? Учителя в руки деньги не берут, и это уже давно. Ну, не знаю, как в детских садах. Да. Так, у нас реклама, время подошло, интересная тема. Мы продолжим наше обсуждение через полтора минуты. Ну что, давайте еще раз перечислим наших гостей. Давай сначала тему назовем. Мы сегодня говорим о подарках. О подарках чиновникам, о подарках руководителям, учителям. Вот, и тему так довольно-таки горячо обсуждаем со специалистами в этой части. То есть, Андрей Печенкин, заместитель руководителя отдела процессуального контроля следственного управления Следственного комитета России по Кировской области, майор юстиции. Это Наталья Костина у нас, адвокат Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев-Партнеры. И Михаил Курашин, вице-спикер сгнательного собрания Кировского области, пятого созыва. Сейчас шестой, напоминаем. Мы как раз в перерыве, такое слово у нас получалось, спонсорская помощь, да? Это вот тоже ведь такая разновидность получается, подарка что ли, да? Вот лично мое мнение, что спонсорская помощь, это по сути подарок юридическому лицу. Какому лицу? Юридическому. Да, какому-то государственному органу и так далее в лице директора, либо другого сотрудника данной организации. На мой взгляд, точно так же должно квалифицироваться данное деяние как взятка. Но пока у нас судебная практика идет по другому пути. Если органы расследования не могут опровергнуть позицию стороны защиты о том, что какие-то деньги, либо имущество передавалось в качестве спонсорской помощи, то действие квалифицируется не как взятка, а как превышение злоупотребления должностными полномочиями и так далее. А конкретный пример можно? Конкретный пример, вот сейчас ждем решения областного суда по Лесничему в одном из районов области. Он, зная, что у него на территории лесозаготовитель заготавливает лес с нарушениями многочисленными, взял с него двигатель от Нивы. От автомобиля Нивы? Да, от автомобиля Нивы. Хотя ему он особо был не нужен. Взял, в смысле попросил или тот назывался? Тот знал, что у него куча нарушений в делянках. Говорит, давай ты не будешь их выявлять, а я дам, что тебе надо. Тот говорит, ну давай двигатель от Нивы, давай. Это оформили как спонсорскую помощь? Он сейчас заявляет в судебном заседании, что он взял не для себя, а для лесхоза, так как в лесхозе Нива, и вроде как бы на нее, на эту Ниву. Но тем не менее, в личный гараж данный двигатель был складирован и не использовался. И следствием было установлено, что замены тот двигатель, который на Ниве стоял, не требовал. Но Нива служебная есть, она есть, но на нее этот двигатель не попал, да? Да, поэтому мы квалифицировали действие как взятка, вот как решит суд. И что сейчас обвинение требует? Какого наказания? Ну, наказание не суть в данной ситуации. Мы ждем решения суда относительно того, это будет квалифицировано как получение взятки лесничьим, либо как злоупотребление своим служебным положением. Областной суд, то есть это вторая инстанция уже? Да, да. Решение первой инстанции было? Возвращение дела прокурора. Для переквалификации деяния как раз на 286-ю статью. Ну, а если возвращаясь, предположим, к тем же школам, да, школа обратилась в Радический комитет с просьбой, там, не знаю, купить краски. Или, там, не знаю, окна поменять, шторы купить. Там новый шкаф поставить или что-то еще, да. Ну, то есть, конкретно, предположим, там, ну, не знаю, там, классный руководитель от лица директора обратился, там, в классный Радический комитет. Ну, опять же, за что? Люди просят передать им эту же краску. Спонсорская помощь. Если они говорят, что мы не будем ваших детей учить, пока вы краску не передадите. Ну, так-то ведь не говорят. Нет, так не говорят, так все понимают. Все понимают, что будем лучше разочиться к вашим детям. Не будет, не будет, конечно, ведь идет о том, что это спонсорская помощь и как-то еще. Я думаю, это не уголовно наказуемо подобное действие. Ну, то есть, это если не специальный фонд. То есть, понятно, если специальный родительский фонд, там, что существует школа, тут все понятно. Вот если просто родительский комитет, там, класс родителей конкретного класса. Наталья, вы как считаете? Не знаю, честно говоря, затрудняюсь. Ничего страшного, в Вятской гуманитарной гимназии куча спонсоров, официальных спонсоров. Это нормально. Но это вот те люди, мне кажется, которые в безналичном порядке на счет официально перечисляют какие-то деньги. А тут мы, если вот вещь перенесем, то как мы будем? Если это будет документально оформлено и будет доказано, что учреждение в этом действительно нуждалось, и бюджетные деньги не выделялись на это, как директор не бился, то, мне кажется, тут ничего преступного нет. А вот если будет доказано, что у школы деньги были, и на ремонт было там что-то заложено, тогда возникает вопрос, зачем эта краска, для чего люди тогда с деньгами скидывались. Уровень расходов тоже, понимаете, может быть, выделен денег вот немного, да, хочется поменять номерок, то сделать хорошее, да. У кого-то из детей и родителей занимаются этим бизнесом как раз. К нему обратились, он предоставил там этот материал. Ну вот, ничего страшного. Ежегодно, предположим, когда в ЗАГС-собрании работали, да, мы искали возможность школам на подготовку школ, там, летом дать хоть какие-то деньги. Деньги выделялись, но понятно, что они не закрывали всю потребность. Да, там 100 миллионов на все наши школы, это там копейки. Ну вот дальше возникает вопрос, что, как бы так, вот там все равно что-то не доделали. И вот тут там директор на российском собрании обращается к родителям с просьбой там собрать деньги на это самое. Ну в таком случае оформлять, я считаю, что нужно это договором пожертвования. Официально вполне, то есть не скрывать этот факт, и это преступлением не будет. Пожертвования это одно и то же, что и спонсорская помощь. Ну, по сути, да, безвозмездная передача, да, то есть пожертвования. Про коммерческий подкуп мы тоже хотели еще поговорить зачастую. То есть у нас сейчас ведь не только государственная, даже медицина есть, да, есть ведь и частная медицина, и образование частное есть, и детские сады частные есть. То есть вот это все, что мы говорили до этого, относится к таким предприятиям. Коммерческий подкуп это, по сути, та же взятка, только субъектом получения денег является не должностное лицо, а руководитель либо сотрудник коммерческой организации. Это сейчас у нас очень распространены откаты. Да, вот про них тоже. Когда сотрудник какой-то фирмы звонит другой фирмы и говорит, если вы хотите, чтобы мы заключили с вами определенный договор и поддерживали договорные отношения в течение определенного периода, то вы лично мне 10% суммы договора должны будете отдать. Желательно наличными и без свидетелей. Есть отказ. Или скидки предоставляют за объем продаж, за объем закупки. Если хотите покупать товар по сниженной цене или еще по какой-то, то практикуется. Мне кажется, это не секрет. Отделу снабжения еще кому-то, может быть, там куда-то, даже и на карты переводят. Не, вот покаяться, вот когда я был главным редактором газеты, условно говоря, написал какой-то материал, да, там, защиту какой-то организации, либо наоборот, там, какой-то серьезный процесс там. Написал, хорошо, мне приходят люди, говорят, молодец, спасибо, все вышло, нам это помогло. И дарят мне подарок. Довольно часто. Это был факт коммерческого подкупа? Вот как бы вы сказали, то есть, мне уже пора каяться или еще можно пожить? Денис, повинись сегодня какой-то. Не говори как. Андрей, Наталья. Это ко всем лицам. То есть, там не прописано именно, что это государственное учреждение? Какой бюджет? Или что это только бюджет? Гражданский кодекс. Разделяем врачей и учителей, это один пункт. И второй пункт, гос и муниципальное служащее. Это как бы две разные категории, это все урегулировано гражданскими. А врачи и учителя независимо от формы предприятия, формы собственности предприятия, в кто он работает. Ну, там не указано. Не указано это, да. По поводу коммерческого подкупа, я думаю, на слуху, наверное, во всех, да, еще один из бывших руководителей Кировской региональной ипотечной корпорации, Сергей Рыловой, я имею в виду, да, там же был коммерческий подкуп, подкуп был и хранение боеприпасов. Собственно, он же наказание-то отбыл. Там, напомните, в чем суть была? Конкретные дела вот мы не комментируем, к сожалению, да. За увеличение квадратных метров ему деньги принесли, он не встал нахоприкал. В результате возник коммерческий подкуп. Статистика ведется, Андрей Сергеевич? 18 уголовных дел возбуждено за прошлый год. По коммерческому подкупу, да? 27 в 2016 году. Ну, то есть сравнимо со взятками. То есть одинаковое, да, примерно количество. А можно конкретно что-то озвучить? О каких там, о каких людях идет речь? Должна, основные лица, гос, следующие тоже. Например, негосударственное образовательное учреждение, когда выдают удостоверение о том, что человек прошел обучение по управлению квадроциклом, к примеру, да? А человек такое обучение не проходил, просто пришел к директору этого некоммерческого образовательного учреждения, 10 тысяч заплатил и ему корочки эти выдали. Ну, водительское удостоверение? Ну, это не водительское удостоверение. Ну, аналог, типа того для квадроцикла. Ну, в общем, специальное право. Ну, вот, да, у меня тоже пример был. Вот мелкий коммерческий подкуп за не сдачу экзамена в автошколе, то есть чтобы не сдавать, там, заносят в кассу учреждение и платят какие-то деньги. И таких дел, на самом деле, очень уже немало по России. И в Кировской области тоже есть? В Кировской области не нашла, к сожалению. Смотрела вторые инстанции по ПРИФО и Кировской области не нашла. Аукционные процедуры, мне кажется, ну, я слышал, что... Закупкам, да, то есть заказчик определяет определенные условия для подрядчика, там, исполнителя или поставщика. Он может внести какую-то особенность в закупочную документацию, благодаря чему победит конкретный, так скажем... Ну, это заточие заукционные, да, заточие заукционные. И хоть они друг друга не видят, и все площадки электронные, документы все в электронном виде, но заказчик и исполнитель друг друга все равно знают и могут встретиться. И так или иначе, вот, таких дел тоже масса, по крайней мере, решений очень много. Даже исполнители между собой бывают торгуются. Да, да, и такое тоже есть. Одно юрлицо заявилось, с ним связывается другое и говорит, у меня условия будут все равно лучше, поэтому если ты хочешь выиграть этот аукцион, давай деньги мне, я заявляться не буду. Или я заявлюсь просто с плохими условиями, чтобы аукцион состоялся, чтобы было там два участника, есть такие вещи. Я думаю, что профессионалы, люди в форме, имею в виду, они все это видят сразу же, когда начинают изучать. Или все-таки бывают моменты, когда сложно выявить, что это был какой-то отоп? Появление, это вообще не наш конек, да, Следственного комитета. Мы в плане расследования коррупционных преступлений работаем на довальческом сырье, по сути. Это материалы из ФСБ, из УМВД, которые занимаются оперативно разогнать. В довальческом сырье, я такой термин-то делюсь. Образно говоря. Ну, понятно, да. Надеюсь и вижу по результатам, что они вникают в эти процессы и выявляют эти преступления. А вам, Наталья, как адвокату, часто приходится сталкиваться с этими вещами, которые сегодня обсуждаем? С коррупционными преступлениями сталкиваться приходится, да. И они разные, и я подробностей, конечно, вам не расскажу. Ну, да. Нельзя. Тайна, собственно, да? Следствие. Так, давайте будем подводить итог. Так у нас, да, адвокатская тайна. Давайте будем уже подводить итог. У нас пару минут остается. Давайте еще раз проговорим нам, нашим слушателям, вещи, что можно дарить, кому можно дарить, пожалуйста. Ну, то есть, да, дарим обычные подарки стоимостью до трех тысяч рублей. Так, давайте вот еще раз, Наташа, сразу повторим. Обычные, это те, которые в нашей средней полосе России приняты, да? То, что всегда было. Медвежата. Медвежата, да, вот. Да. Все стоимостью до трех тысяч рублей. Все, что соответствует обычной нашей обстановке. Все, что... Одежда относится? Предметы какие-то, аксессуары? Ну, не знаю. Мне кажется, это уже... Ну, мужчинам на 23 февраля всем закиньте. Носки-то обязательно дарят, да? Или там предметы, там, эти межнодельные все эти вещи. Покажите мне носки дороже. Ну, я не думаю, что носки, да, будут проценены как взятка. И еще вот я хотел бы уточнить, тут звучало, что эти подарки желательно дарить по какому-то конкретному поводу. Ну, да. То есть обычные подарки, он связан с какой-то, с каким-то мероприятием, с каким-то праздником. Красный, да. Ну, да. Дарок до 3000 рублей, это касается врачей и учителей, это касается чиновников. Все, что свыше 3000 рублей, мы сдаем, и там определенные процедуры есть. Стоимость не установлена, установит работодатель. То есть обязательно ему сообщаем об этом. Вот и все. А то, что необычное, еще раз просто проговорим. То, что необычное, мы дарим на официальных мероприятиях обязательно. И, соответственно, если документы о стоимости есть и менее 3000 рублей, то это будет передано чиновнику. Если это свыше 3000 рублей, либо стоимость не установлена, значит определяем и реализуем на торгах. А вот вы говорите на официальных мероприятиях, это, видимо, чтобы прилюдно все происходило, да? Да, то есть такое же бывает, приезжает нам в гости какой-то крупный чиновник из Москвы. Ну, не знаю, хотим его отблагодарить, поздравить с чем-то, дарим какие-то памятные подарки. Вот он возвращается из командировки и, соответственно, определяет стоимость и сдаёт. А вещи какие-то эксклюзивные, ручной работы? С гравировками, да. Вот здесь уже это вопрос специальной оценки. То есть мы когда говорим, что концтовары можно дарить, в то же время вот Сахалинский губернатор, там кто-то помнит его ручку стоимостью нескольких миллионов рублей. То есть это совсем необычный подарок. Эти все вещи, эти все правила, они не относятся к людям, которые в бизнес-структурах работают, да? В частных комплектах. В целом нет, не относятся. Например, руководителю какой-нибудь фирмы, какой-нибудь компании можно дарить всё, что угодно. Да, да, я думаю, что можно дарить всё, что угодно. Главное, что это не взаимообусловлено чем-то. Лишь бы не пришли коммерческий подкуп. А, ну да. Да, то есть тут вопрос коммерческого подкуп. За какие-то действия или бездействия, да. Ну что, очень познавательно, очень интересно. Благодарим наших гостей. Андрей Печёнкин, заместитель руководителя отдела процессуального контроля СУСК России по Кировской области. Наталья Костина, адвокат Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнёры. И Михаил Курашин, вице-спикер ОЗС 5-го САЗУ. Спасибо большое. На этом мы... Да. На этом мы говорим до свидания. Пока закончим. Все задумались. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok